Девушки отдыхают Девушки отдают некую анкету Это часть тех бумажек Которые ты заполняешь перед прививкой Она у тебя на руках На ней дата второй прививки Написано, меня предупредили Что ее нужно будет делать в при клинике По месту жительства Вакцинировалась первый раз Я в мобильном пункте Собственно говоря, все Плюс у меня пришло письмо с госуслуг О том, что я должна вести дневник наблюдений Руки у меня до этого дневника пока так и не дошли Но, видимо, больше Это для тех людей, у которых есть Какие-то побочные эффекты Чтобы можно было отследить Насколько это все опасно Поднимается ли температура Еще что-то Поскольку у меня пока ничего не проявилось С позавчерашнего дня Я пока ничего и не вписывала Может быть, это обязательная история Я не знаю Я как-то не интересовалась Постоянно просто, знаешь, идет речь О введении Зеленых паспортов И тому подобное Для людей, кто вакцинировался Чтобы это был как некий пропуск Ну да, как сертификат какой-то Говорили, что вроде бы можно Этот сертификат потом оформить Прививочный, получить И мне кажется, что вот эта история Она, наверное, актуальна для тех Кто собирается после того, как вакцинируется В отпуск Ну тут, как увидишь, опять печально Что, опять же, то, о чем мы говорили О том, что большую роль уже играет Не медицина, а политика О том, что какие-то вакцины Не подходят для каких-то стран Ну, то есть, условно, тот же самый спутник Да, то есть, так как его Евросоюз Там никак органы, которые ответственны За одобрение вакцин Никак не может этого сделать Ну, на мой взгляд, исключительно По политическим мотивам, да То есть, вот, даже несмотря на то, что Ты привьешься, выезд В ту же самую Испанию Которая начала, насколько я знаю Принимать туристов Для российских туристов заказа Да, там у них есть ряд вакцин С которыми разрешен въезд туристам И спутника там нет Но некоторые страны Курортные, так называемые Они российскую вакцину признают Насколько я понимаю Там уже в Кипре речь Да, я так понимаю, что те, кто спутником прививается Соответственно, те со спутником и впускают Ну, что логично, да Ну, тут это тоже, кстати, вопрос Одна, наверное, из причин По которой некоторые не вакцинируются Ждут той вакцины, которая позволит перемещаться Да, которая одобрена И которая позволит перемещаться Напоминаю слушателям тему О которой мы сегодня говорим Это обязательная вакцинация Принудительная вакцинация В Москве и в Подмосковье Со вчерашнего дня Принято решение о том, что 60% Минимум 60% сотрудников предприятий Которые, ну, самые контактные Да, это сфера услуг Это сфера транспорта Общественного образования Здравоохранения Торговля Общепит и все остальные Должны быть привиты Обещают некие штрафы Работодателям Которые не обеспечат Работодателям, да Мы осуществляли Это в первой части эфира Что опять ответственность Переложили на На бизнес На бизнес Которые так, бедные Не знают уже Как пропагандировать вакцину Вот, при этом Опять же Вот как Выясняется То есть даже руководители Организацию Не все сделали Да, вакцину И сейчас им нужно убедить Своих сотрудников Замотивировать их как-то Вакцинироваться надо Если я верно понимаю Андрей Несветаев С нами на связи Управляющий партнер Группы компании Культуры и гостеприимства Андрей, здравствуйте Добрый день Да, скажите Я не знаю Готовитесь ли вы к тому Что возможно Вот этот вот опыт Москвы и Подмосковья Будет как-то Переложен Там, да Внедрен И в регионах наших Ну, как показывает Практика последнего года С вероятностью 99% Будем повторять А как вам Вот эта вот информация О том, что Ответственность Переложили на Фактически на бизнес Перекладывают Ответственность За сотрудников Которые не вакцинируют То есть, по сути Получается, что Проконтролировать Вакцинацию Должно уже Не государство То есть, оно С себя вот эту функцию Так вот Аккуратненько Так, хоп Сняло И переложило на бизнес Ну, у нас Всегда же так делается Тем более Впереди выборы Поэтому Удобно, чтобы Крайними были мы А мы в очередной раз Берем на себя Эту задачу Андрей, скажите Как у вас Вакцинации В ваших Ваших компаниях Как обстоят дела То есть, люди Насколько охотно Прививаются Мы еще Не анализировали Эту ситуацию Как раз После последних Новостей Из Москвы Планируем Планирую Привести опросы Понять отношение Сотрудников К этому Понять Процент готовых Процент Совершенно не готовых И, исходя из этого Уже какой-то план Действия Не мечать Потому что Кроме того Что постановление Москвы Выпустили Да, про 60% Вполне Возможно Что Прививки От коронавируса Внесут в календарь Либо уже внесли Антипрививочный И сотрудники В тех Местах Где должен быть Нет книжки Просто будут обязаны Проходить прививку То есть, без нее Мы, скорее всего Просто не сможем Допускать к работе Полно говоря То есть, у вас Пока Там задача Такой Не стояла На предприятии С сотрудниками Вести какую-то Профилактическую работу И говорить Что давайте Давайте Скорее Скорее Прививайтесь То есть, у вас Все, кто Прививались Они делали Это по своей Инициативе Со стороны Предприятия Никаких там Стимулирующих мер Чего-то такого Не было Нет С нашей стороны Пока не было То есть, мы Пока Выбрали В этом сложном Вопросе Нейтральную Позицию А сколько А когда вы говорите, что сфера гостеприимства себя дискредитировала как работодатель, вы имеете в виду что? Что люди просто не готовы работать, потому что не уверены в завтрашнем дне, не закроется ли все? Да, несмотря на то, что у меня есть внутреннее четкое понимание, что нас закрывать не будут и вполне мы себя уже стабильно чувствуем, но у сотрудников, которые вне сферы, у них этого ощущения нет. Поэтому мы часто сталкиваемся с таким возражением, что я не уверен, что вас не закроют. Поэтому для нас, конечно, все эти новости, все эти слухи, которые пускают, где-то пишут заранее, для нас, конечно, очень негативно отражаются. То есть у вас возникли сложности с подбором, получается, какого-то квалифицированного персонала в связи с этим? Да. Квалифицированно, неквалифицированно любой. То есть для большинства людей стабильность в такое время – это самое важное. Андрей, еще такой вопрос. А вы насколько часто вообще пересекаетесь с нашими властями и членами нашего оперативного коронавирусного штаба? Приглашают ли вас как-то, я не знаю, после всех этих горячих историй прошлого года, когда все собирались и периодически просили, дайте нам работать и прочее? Как часто вы вообще с ними контактируете сейчас? Ну, сейчас контактов вообще нет. То есть, к сожалению, нашего мнения не спрашивают. У нас обычно перед фактом ставят как бы предвосхитить это или как-то обсудить заранее, что делать. Ну, у нас такой возможности нет. Я почему спрашиваю? Потому что в ситуации, если вдруг будет принято решение все-таки там, да, в нашем регионе, например, тоже с точки зрения вакцинации, ну, какие-то обязательные действия производить, все предприятия окажутся в ситуации следующей. Вам надо будет определенное количество сотрудников отправить вакцинироваться, а потом эти сотрудники, ну, то есть об этом все врачи говорят, какое-то время после прививки человек более подвержен опасности там заболеть не только коронавирусом, а вообще в целом, потому что падает иммунитет. Это значит, что людей надо будет как-то вывести в это время из работы, не знаю, там, на выходной, еще куда-то. Насколько вы можете себе это позволить, учитывая, что и так, как я понимаю, с кадрами напряженка некая? Ну, вариантов других нет. Как, опять же, говорят, лучше человек один-два дня на больничном будет, чем потом две недели, или еще хуже, да, чтобы там будет происходить со здоровьем. Ну, я сам по себе готовлюсь к прививке, как раз составляю график так, чтобы, скажем так, если вдруг выпаду на день-два, чтобы это не было критичным. То есть планирую сделать так, чтобы график после прививки было два выходных, например. Ну, вот я, собственно, вопрос задавала как раз про количество сотрудников. Возможно, знаете, чтобы понимать, если вот эту обязательную вакцинацию введут, то есть сколько времени, например, там, вашим предприятиям потребуется для того, чтобы всех вакцинировать, и чтобы не делать это вот единовременно, да, то есть всех 300 сотрудников вакцинировал и на два дня всех посадил на выходной. То есть так тоже ведь вряд ли получится сделать. Ну, в Москве для каждой прививки дали, грубо говоря, по 30 дней. То есть, ну, я считаю, что это достаточно срок, чтобы обеспечить этот процесс. Да, есть еще один вопрос, он с вакцинацией напрямую не связан, но связан, тем не менее, с коронавирусом. Мы видим уже, и у нас в эфире это озвучивалось, что есть некие, там, я не знаю, намерения, либо желания все-таки возобновить те ограничительные меры в каком-то виде, которые действовали у нас в прошлом году. В частности, Роспотребнадзор, насколько я понимаю, просит, опять же, ограничить работу предприятия общепита в ночное время после 11 вечера только на вынос. Вас коснется ли эта история, если она будет принята? Ну, у нас прям чуть-чуть она коснется, потому что у нас сейчас ночных заведений нет, поэтому у меня нет такого беспокойства. Ну, лично мое мнение, что примерно месяц назад абсолютно перестали вообще какие-либо требования выполняться, имеется в виду, там, в магазинах, в общественном транспорте, на улице, в массовом мероприятии. Поэтому вот этот скачок я с этим связываю. И почему-то считаю, что если бы власть наладила, скажем так, контроль за базовыми вещами, да, контроль, соблюдение, там, замерение температур, масочный режим, то, возможно, и не потребовалось бы более крайних таких мер, как закрытие ночных заведений или что-то еще, или детских комнат. Не вовремя, в общем, отпустили контроль? Выпустили, да, выпустили контроль. Ну, мое ощущение, что именно так, потому что по срокам, по времени все это очень хорошо складывается. Да, и еще, Андрей, вопрос. Скажите, восстановилась ли вообще сфера с потоком? Что с потоком посетителей сейчас? В целом сфера чувствует себя хорошо, как я уже сказал, несмотря на то, что считают, что у нас по-прежнему шатает. На самом деле достаточно стабильно, и анализируя там рынок страны, конкурентов, то есть в целом сфера вернулась, по ощущениям, к оборотам прошлого года. Какие-то сферы даже выросли, доставка выросла к прошлому году. И, получается, кто и там, и там работает, в общем-то, сильные проекты показывают рост, а слабые проекты умирают. То есть произошла такая, скажем так, люди, что ли, научились деньги понимать, куда надо относить. Понятно. Спасибо большое. Но в целом сфера от себя хорошо сейчас чувствует. Да, ну вот, дай бог, чтобы дальше так было, да. Андрей Несветаев с нами был на связи, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства». Продолжаем говорить о возможных ограничительных мерах, которые пока не введены, но Роспотребнадзор грозится. Ну вот смотри, да, опять же. И предварительные вакцинации, которые пока регионов не касаются. О мерах, которые там все Роспотребнадзор просит ввести, власти грозятся. Тут вот губернатор призывает прививаться. Говорят о том, что ежедневно отмечается рост случаев заражения ковид. Так, дорогие, а у вас паломники в начале июня в количестве нескольких тысяч отправились в Великорецкое без масок, без соблюдения дистанции, без всего, чего вы ожидали? Чего? Ну, я не знаю, можно ли тут винить только Великорецкий крестный ход. Ну, я просто для примера. Ну, то есть вот Андрей сейчас тоже сказал, да, что контроль... Отпустили, ослабили, да. Это правда. То есть мы видим сейчас даже в тех магазинах, где всегда требовали маски, уже нет такого строгого подхода к покупателям. Я вчера просто наблюдала, да, что люди подходят к кассе, конечно, и надевают маску прямо перед кассой, да. То есть все это время в торговом зале люди ходят без маски. Ну, там просто перед кассой, как я понимаю, камеры висят, да, и сотрудники тоже просят, наденьте, пожалуйста, маску. Поэтому, видимо, в избежание конфликтов люди, покупатели маску все-таки надевают. Находясь в магазине, нет, не надевают. Та же самая история с общепитом. То есть мы же, помню, как начиналось открытие после... До столика нужно было идти в маске. До столика нужно было идти в маске. Заказ нужно было делать в маске. И вот, кстати, в одно из заведений как раз группы компании «Культура гостеприимства» я как-то заходила. И меня, когда я подошла к стойке, чтобы сделать заказ, попросили, наденьте, пожалуйста, маску. Я забыла, да, просто. Когда зашла, я ее, естественно, тут же надела, сказала, да, извините, заказ делала в маске, и потом уже за столиком ее снимала. Сейчас, мне кажется, не требует такого. То есть ты заходишь, видимо, уже все настолько устали от этого. А уж что говорить про общественный транспорт, мы все это видим. И Денис Парлок неоднократно говорил о том, что людям очень сложно объяснять, почему они должны ехать в маске. Ну, при этом, да, нужно понимать еще такой, видимо, психологический момент. Одно дело держать удар, когда требуют этого везде, а другое дело, когда уже никто не требует, и ты вот один такой в поле воин. Один такой строгий, да? Я тебе говорю, знаешь, друг, я пойду в другое место, я не хочу у тебя покупать. Вот поэтому я тоже вот наблюдаю, что даже те места, кто первыми, самыми первыми еще до введения каких-то постановлений, строгих санкций, просили надевать маски, да, и все это вежливо выполняли, и они последними от этого отказались. Даже они отказались, даже они отказались. Надо просто вот следить за тем, что будет принято, какое будет принято решение на коронавирусном штабе, что нам скажут Роспотребнадзоры и власти, какие будут меры введены пока, ну, сложно сказать. То есть мы все видели это письмо Роспотребнадзор, ну, многие видели Роспотребнадзор и письмо, в котором как раз говорится про ограничение после 23 часов, про ограничение массовых мероприятий и прочее, прочее, прочее. То есть, вероятно, мы в каком-то виде возвращаемся к ситуации прошлого года, и очень не хотелось бы, конечно, вернуться к ситуации полного закрытия, когда многие виды бизнеса вообще не работали. То есть невозможно было ни в бассейн сходить, ни в спортивный зал, ни в парикмахерскую невозможно было сходить, а если можно было, то только по звонку, да, и по предварительной записи. И все это было сопряжено с большим количеством, ну, каких-то таких напрягов, которые абсолютно твою обычную жизнь, они переворачивают. И это, кстати, вот говоря, история, сравнивают Россию, которая не очень охотно вакцинируется, и западные страны говорят, что там люди в очередь стоят за вакцинами. Почему? Потому что сидели очень долго без... сидели очень долго без возможности куда-то выйти. Андрей Скальный с нами на связи, как я понимаю, директор Кировского драматического... Так, хорошо. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства Галереи прогресса, подсказывает мне звукорежиссер. Дмитрий, добрый день. Да, Аня, добрый день. Добрый день. Дмитрий, мы позвонили вам, потому что вы такой, ну, показательный очень пример. Насколько я понимаю, Галерея прогресса открылась после года почти простоя, как раз только тогда, когда вы вакцинировались. Ну, да, был некий уровень ответственности и знаний. У нас есть посетители наши, это и доктора в том числе, которые работают в разных сферах направления, скажем так, медицинской деятельности. У нас вопрос не стоял, перевиваться или нет. У нас вопрос, как бы ревнение и зацелов разделились, какой вакцина и лучше. Ну, как показывает тактика, после выступления, благодаря ИЦА Акирову, Алексею Водовозову, как в его словах он сказал, что та вакцина лучшая, которая есть в наличии. Вот, поэтому, да, мы там в начале, когда вот начался этот пик пандемии, обозначили сроки, что где-то вакцина будет готова через год. Мы догадались, переверивали определенные сроки, после этого открылись, чтобы не рисковать, в первую очередь, как бы близкими, посетителями, в том числе, я говорю про близких. И его риск должен был оправдан, поэтому у нас было такое, да, твердое решение, что нужна вакцинация. Ага, смотрите, Дмитрий, ну понятно, что там, если говорить о галерее прогресса, речь не идет о сотнях сотрудников, да, которых нужно привить, как-то агитировать их за это. А если, например, говорить о посетителях, то есть как вам такой вариант пускать, например, только тех, кто привит? Ну, я вижу его странным, потому что, вы понимаете, если это будет, это же, это само, ну как бы, как это называется, самовольное решение. То есть должен быть какой-то, собственно, юридический статус лиц, которые имеют право принимать такое решение, потому что должны заниматься составлением неких актов и законов профессиональные люди. Потому что, я говорю, что, конечно, можно в интернете представить очень много чего, как бы, да, но если, вот, допустим, я как бы считаю, что рыбу надо покупать в рыбном магазине. Если спрашивать по поводу вакцинации, надо спрашивать у профильных специалистов, у терапевтов. Вот, просто я говорю, что у нас вопрос не стоял, какую, на самом деле, вакцинируется, нет, был вопрос разделения мнения врачей, какая из вакцин, по их мнению, лучше. А склонять кого-то к этому, ну, это должно заниматься государство этим, с определением законов и статусов. Мы самовольно, вот, ну, если про нас, вы лично говорите, про мой опыт, да, то есть я могу личным примером показать своим сотрудникам выборы, которые я сделал. Я сделал выбор и сделал личный пример своим сотрудникам, я вакцинировался. То есть наши сотрудники не вакцинировались. Да, Дмитрий, вот вопрос, вопрос. Смотрите, вы вакцинировались, а сотрудники нет. То есть получается, что вы сотрудников, ну, как бы, только мотивировать можете, да, а в ситуации, если вдруг будет принято решение об обязательной вакцинации какой-то части сотрудников, какая часть ваших сотрудников охотно пойдет вакцинироваться, а какая нет? Вот это настолько от многих факторов зависит, ну, честно говоря. Поэтому, ну, кстати, давайте, вот, опять же, скромню с мнением Водорозова. Мне, например, показался таким, ну, порядочным человеком, послушав его лекцию, не одну, но он сказал, что, ну, сначала идут вакцинироваться те, кто, ну, понимает, что это надо, да, вот это потом, как сейчас, ну, вот до этого момента, до определенных обстоятельств, которые начались недавно в ухудшении, да, в пилологической ситуации, тоже люди, они перестали, вот, ну, как бы, кто хотел вакцинироваться осознанно, они вакцинировались. То есть остальные люди, например, будут, один из приемов, это какими-то плюсками уговаривать людей, обещать, там, скидки на поездки, там, в путешествия, на какие-то дополнительные еще бонусы. А после этого, если люди, как бы, не примут однозначные решения, то тогда уже, как бы, будут применяться, ну, какие-то более, скажем так, серьезные меры по отношению к гражданам, если через, вот, три этапа. Насколько я знаю, ну, как бы, вот, уже Израиль, по-моему, вакцинировались чуть ли не 100%, в Америке, я слышал, что 70%, то есть в России до 10% вакцинировались людей. Ну, то есть разница, понимаете, то есть, давайте в Америке снимают, например, там, ограничения, это вот на разговор двух докторов, опять же, да, то есть, жемоль, то есть, я не в интернете присчитал, поэтому, ну, вот, Россия до 10%, еще не может набрать, показатели других стран я вам только что назвал. Дмитрий, тут просто, знаете, какой момент, когда предприятие большое, то есть, вот этот баланс 60-40% выдержать, ну, наверное, несложно, да, потому что 40% достаточно большой люфт, то есть, вот он там приходится на людей, кто принципиально, не знаю, там, по религиозным соображениям или еще по каким-то не хочет вакцинироваться. Когда сотрудников мало, процентное соотношение выдерживать все сложнее. Это то же самое, как было с людьми, которых нельзя увольнять во время пандемии. Чем меньше народу, тем, собственно говоря, больше проблем возникает. То есть, условно, если 10 сотрудников, из них 6 должно быть привиты, только 4 имеют право отказаться. Ну, надо с этими сотрудниками поступать к тем образом. Не мое мнение, но то общее мнение, которое, в смысле, есть в интернете, в адекватных пабликах, о том, что этих сотрудников можно, ну, слушай, работодатель не имеет права, как бы, в обязательной операции требовать вакцинацию, да. Если это мы говорим не за кульсом. Сотрудники используют определенные методы высшенного управления, да. Если мы говорим о каких-то, ну, как бы, вообще доступных, демократичных, то можно этих сотрудников переводить на удаленку, как вариант. Если этот сотрудник дорог, например, и вы, ну, в любом случае, если сотрудник с вами работает, значит, он дорог вам. Поэтому, может быть, этих сотрудников, когда один из вариантов, если бы казалось, там, использовать мягкую силу, вот что, что называется, один из вариантов переводить их на удаленку, если он не будет эффективно там работать, конечно. Можно поступать так, если это уместно. Понятно. Спасибо. Дмитрий Шиляев с нами был на связи, директор Центра современного искусства Галереи Прогресса. В Галереи Прогресса, кстати, тут мероприятие, по-моему, сегодня, да, какое-то, как раз благодаря тому, что все вакцинированы. Да, спасибо, дальше едем. А, вот смотри, тоже такой интересный момент у меня, ну, уже тоже возник, когда Дмитрий отключился, возможно, то есть, если брать там, опять же, возвращаться к пропаганде, к агитации, к тому, что вакцинироваться нужно, возможно, тут Галерея Прогресса могла бы как-то тематическую выставку, я не знаю, устроить из работы карикатуристов или еще чего-то. Я не знаю, насколько это интересно. Если речь идет, конечно, о пропаганде, то, возможно, вовлекать в это, ну, предполагается, и учреждение культуры, спектакли какие-то, например, да, про важность вакцинации делать. Ну, мне кажется, это что-то вот уже просто из соцреализма такого самого привитивного. Ну, вдруг у кого-то получится прекрасно это сделать, да? Тут я вот недавно прочитала, что, забыла, правда, кто из театров ставит чужого, то есть они ксеноморфа вывели на сцену, я думаю, боже, что. После этого, мне кажется, что, в принципе, возможно, все. И на театральных подмостках в том числе. А есть ли у нас возможность пораньше немного уйти на рекламу? Есть, говорит нам звукорежиссер, тогда сейчас реклама и вернемся. Принудительную вакцинацию работников в сразу нескольких сфер вводит Москва и Подмосковье. Обязательно. Мне кажется, принудительно звучит прям как... Ужасно, да? Прямо, да, какая-то карательная психиатра. Ну, хорошо, обязательно вакцинацию. 60% сотрудников должны быть вакцинированы. Дается на это два месяца. Тем работодателям, которые цифры не выдержат, как обещают и пишут СМИ, грозят штрафы до миллиона рублей. Мы все по ковидным всем этим вещам привыкли к тому, что опыт Москвы и Подмосковья так или иначе переносится на регионы в каком-то виде. В Кирове решение пока не принято. И на российском уровне нет такого, чтобы в обязательном порядке во всех регионах вводить эту вакцинацию. Четыре региона, по данным, на утро. Помимо Москвы и Подмосковья. Это Кузбасс, Сахалин и кто-то еще. И кто-то еще. Ну, говорится о том, что каждый регион будет принимать это решение самостоятельно в зависимости от того, как там складывается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Растет, не растет. Ну, учитывая последние полтора года, все мы видели, что обычно все же эти решения принимаются не исходя из ситуации в регионе, а исходя, опять же, из опыта нашей столицы. Из опыта нашей столицы. Ну, мне вот, знаешь, интересно, вот тоже тут Дмитрий Курдюмов заявил о том, что необходимо усилить работу по прививочной кампании. Опять же, в регион поставлено 206,5 тысяч доз вакцины. И на сегодняшний день ее запас составляет 23 тысячи доз. 23 тысячи. Что это? Ну, это ничего. Ну, это данные на прошлую неделю. Мне кажется, как раз, что если будет принято решение все-таки об обязательной вакцинации какого-то количества людей, наверняка должна быть усилена работа по производству вакцины, и нам всем ее сюда должны прислать, не только в Кировскую область, но вообще остальные регионы. Ну, первый зампред нашего правительства, возможно, и другие цифры назовет тогда, если вдруг будет принято такое решение. Игорь Олин с нами на связи, директор средней школы в поселке Вахруши. Учреждение образования, это такая, ну, специфические, да, такие организации, где сотрудники и так в обязательном порядке делают какие-то прививки, как я понимаю, Игорь Витальевич, так ли это? Здравствуйте. Добрый день. Да, конечно. Обязательные прививки делаем, в том числе и от гриппа. То есть здесь для вас, по сути, ничего нового не будет? То есть ваши сотрудники, они привыкли к тому, что в какой-то определенный момент от них требуется сходить и уколоться? Нет, это не просто ведь дается. Многие берут медотвод, кто-то пытается отлынивать от этих прививок. И мы вот в этом году проводим лагерь, и есть требование, чтобы люди, которые работают в лагере, были в обязательном порядке привиты. То есть мы проходили вот эту обязательную вакцинацию. От коронавируса именно? В определенном варианте, да, от коронавируса. Весной, конечно, процент тех, кто желает добровольно проходить эту вакцинацию, он не столь велик. А не столь велик, это сколько, примерно? Если наш регион примет решение об обязательной вакцинации, то многие столкнутся работодатели с большой проблемой, как убедить своих работников прийти от вакцинации. Ну вот ваши сотрудники, ваши коллеги, чем мотивируют нежелание вакцинироваться? У меня есть вот ответ на этот вопрос. Это, во-первых, общее недоверие ко многим шагам, которые предпринимает государство. Это связано в целом с традиционной политикой. В частности, например, если мы вспомним эту политику пенсионную, то сначала нас убеждают вкладывать деньги в накопительную часть пенсии. Мы начинаем вкладывать, потом эти деньги замораживают, уже много лет там не размораживают. Или мы работаем 25 лет. Вот я, например, 25 лет отработал. Я должен выйти на льготную пенсию. А нам говорят, нет, ребята, все старое, уже эти наши обязательства не работают. Вы должны еще там 5 лет поработать. Поэтому, во-первых, такое есть недоверие к тем мерам, которые предпринимает государство, потому что оно периодически нас старается обмануть. Есть недоверие к системе здравоохранения. Просто сталкиваемся с ситуациями, когда, ну какие-то вот они из ряда вон, просто совсем недавно горячая такая была ситуация. У нас учительница, моя учительница, она длительное время боролась с раком. И ее направили на операцию в один из столичных городов. И она туда приехала, она бесплатно, как бы, да, операцию. И прилетела на самолете. И в ее бумагах что-то оказалось не так. Ей говорят, либо полетайте обратно, везите потом эти снова бумаги, либо выкладывайте 30 тысяч, и мы вам сделаем вот за 30 тысяч. Она вынуждена была ждать там, раз уж приехала, так она рассудила ждать, когда ей на карточку придет пенсия. И за 30 тысяч прошла вот такая, прошла вот эту процедуру, которую там ей назначили. И когда мы сталкиваемся с подобным, то, да, вот к системе здравоохранения, к системе государства у нас доверие падает. И, конечно, еще избирательность. Избирательность при запретительных мерах, когда мы видим, нужно, вот, например, что-то властям там провести, они эти антиковидные ограничения как бы забывают. И это, конечно, вызывает еще возмущение. Вот в целом все вот эти позиции, они потихоньку ведут тому, что многие не доверяют просто. Ну, что-то требуют. Да, знаете, я почему-то думала, что в сфере образования такую вот обязательную вакцинацию будет проще всего провести, просто потому что, как вот Аня отметила, да, это ежегодная вакцинация от гриппа. А тут вот вы говорите, что даже от гриппа-то сотрудники и то неохотно идут прививаться, хотя это вроде бы проверенные там вакцины, да, которые подбираются там в соответствии с штаммом, который ходит в этом году. Поэтому уж действительно, наверное, тогда обычный работодатель, я даже не знаю, с какими сложностями столкнуться. А смотрите еще, Игорь Витальевич. Да, вот мы по вакцинации где-то примерно, я так посмотрел. Ну, по гриппу там, конечно, ситуация намного лучше, все-таки к ней привыкли, к этой вакции уже там. И она как вот, видимо, какой-то авторитет уже имеет в определенной там, в определенной доле общественности. Многие делают. А вот здесь новая вакцина, разная, видимо, говорят, люди ведь и слухами питаются, и какое-то мнение у них складывается из разных источников. Где-то процентов только 30 настроены. Ну, безусловно, положительно. То есть сами записались, сами пошли. Кого-то нам приходилось убеждать. Там кто-то под определенным небольшим, ну, какое-то, возможно, давление, да, кто-то так сделал. А кто-то, вот, примерно половины они нет, пока ни в какую. Конечно, когда нам будут грозить там миллионные штрафы, то, наверное, как-то эта ситуация сдвинется, как у нас обычно делают под нажимом. Конечно, можно все эти показатели улучшить. Государство заставить сможет все равно. Но надо какие-то, наверное, еще и другие методы убеждения. А смотрите, вот еще такой момент. Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства», отмечал такой момент, что люди сейчас, ну, высказал опасения, что люди могут не устраиваться на работу, да, уходить с работы из сферы услуг просто потому, что не хотят вакцинироваться. И одно дело, ну, то есть не хотелось бы там преуменьшать важность других профессий, да, но тем не менее. То есть одно дело, когда с работы ушел условный официант, другое дело, когда такое же решение может принять учитель. Как считаете, вот тут вот в сфере образования есть такая гипотетическая опасность, что люди просто скажут, что нет, вот я там досрочно выхожу на пенсию просто потому что нет? Ну, я, знаете, думаю, что вот все-таки... На моей памяти таких случаев не было. У нас все-таки... Я вот смотрю, какие бывают дикие случаи в разных регионах, когда там просто под каток люди попадают и там начинают их все прессовать за то или иное, там, чего-то не выполнение. У нас все-таки регион, вот он не спешит, да, вот он не вводит первым обязательно вакцинацию. Я думаю, тут разные факторы оцениваются. У нас все равно как-то более здравомысленно всегда подходят к решению таких непростых вопросов. То есть я думаю, что здесь не надо вводить просто ситуацию, чтобы кто-то там уходил с работы по этой причине. Ну, надо убеждать. Я думаю, время ведь какого-то тоже... Когда вот уже много этих переговоров сейчас сделано, какой-то ведь и статистический анализ был со стороны потом и врачей, и со стороны чиновников прозвучит, что там нет, например, несчастных каких-то случаев, нет каких-то осложнений. И сомневающиеся люди тоже подтянутся. Плюсы определенные, мне кажется, все равно надо убеждать как-то людей. Не так, что ставить перед ним сразу такую дилемму, или ты с работы, значит, проваливай навсегда, или вот без этой прививки. Конечно, это тогда... Ну, тут могут такие эксцессы возникнуть совсем... Они много минусов за собой повлекут. То есть все-таки более взвешенно надо подходить к этому вопросу. Игорь Витальевич, еще вопрос очень коротко. Мы видим, что у нас, вот, Роспотребнадзор уже есть некие требования по ограничениям, да, в связи с ростом заболеваемости. Сказалось ли, как-то это на вас предупреждали, или вас вы говорили про летний лагерь, о том, что нежелательно там с детьми куда-то ходить, на какие-то массовые мероприятия, вывозить их куда-то в город? Или нет пока ничего такого? Ну, нет таких особых, очистых, новых запретов нет. Пока не было. Пока не было. Спасибо Игорю Олину, директору средней школы в поселке Вахрош. Ну, вот сфера образования, даже сфера образования, люди, которые привычны к тому, чтобы делать прививки, и то с опасением и с осторожностью относятся. Сложная, да, конечно, сложная очень ситуация. Я не знаю, некоторые, какой-то цук-цванг, с одной стороны. Да, вакцинироваться надо, с другой стороны. Как это сделать так, чтобы опять не разобщить, во-первых, людей, потому что агрессии в обществе, мне кажется, и так предостаточно. Далеко не все считают, конечно, что вакцинироваться надо. Кто-то считает, что можно пересидеть, тем более, что вакцинация не избавляет от необходимости носить маски и как-то себя защищать, соблюдать социальную дистанцию и прочее. Плюс, мне, знаешь, кажется, что очень помогло бы в этом деле, но мое исключительно мнение, не знаю, может, специалисты считают иначе, что мало мобильных пунктов, и они работают по несколько дней, и это тоже не так должно работать. То есть меня бы, например, сподвигло, если бы в моем районе работал стационарный мобильный пункт, и я бы знала, что и через две недели он будет там же, и я тут сделаю первый компонент, и туда же пойду делать второй. А я тебе еще могу сказать, как опытный уже человек, прошедший вакцинацию в мобильном пункте, что очень не хватает некой инфраструктуры рядом с ним. Я понимаю, что, может быть, это как бы ерунда и шарики-фонарики. Нет, если стоит очередь большая. Но не было, например, лавочек для того, чтобы присесть, посидеть. Да, ведь там написано, что ты полчаса после прививки должен находиться под присмотром медиков. Вот у цирка я, честно, не знала, куда сесть. На травку разве что. Вот этого тоже ничего нет. Там ведь должно что-то быть. Возичку, чтобы попить, можно было еще что-то сделать, пока ты ждешь, тем более, что лето на дворе. Вот тут я нашим властям медицинским хочу сказать, прислушайтесь. Мы разворот с Дарьей Топузлиевой на этом заканчиваем, за ситуацией следим. Всем до свидания.